Привет друзья, видеоканал Русская Америка. Я сейчас нахожусь в Майами, еду в машине с брокером, которого зовут Борис, вы уже знаете в предыдущем видео, и задаю вопросы по коммерческой недвижимости, по приобретению, например, нежилых помещений. Боря, вот если, например, у человека есть 300 тысяч долларов, можно что-то в Майами ему найти, нежилое помещение? Думаю, что проблем не будет, просто все зависит от, человек хочет брать ипотеку или нет. Ты рассчитываешь на... Допустим, он не хочет брать ипотеку. Мы найдем какой-нибудь небольшой билдинг, или это будет какой-нибудь коммерческий магазин, может быть, чуть-чуть не рядом с Майами, но отъедем отсюда. Час-полтора это будет либо отдельное стоящее здание, либо будет с какими-то соседями, но найдем. Хорошо. Вот ты вчера рассказывал мне, что можно отремонтировать помещение, да, и потом получается, что оценка помещения возрастет, и взять под это помещение кредит, и получается высвободить свои деньги. Да, абсолютно. Ну, вот, допустим, если помещение стоит 300 тысяч долларов, сделает хороший там ремонт, насколько оно возрастет в цене? Ну, оно пропорционально, смотри, Юр. В общем, все просто. Все доходы билдинга, то есть дома, если ты увеличиваешь, соответственно, на 15-20%, а может быть, и на 30%, соответственно, стоимость и дома увеличивается на 30%. То есть коммерческая недвижимость считается не по, не как именно residential, она считается по доходности. То есть, если твоя доходность была, например, предположим, на 300 тысяч... Доходность от сдачи в аренду, правильно? Если, например, твоя доходность от 300 тысяч долларов, ну, гипотетически, должна приносить порядка 20 тысяч долларов в год, ну, предположим, там 6-7% годовых, То, если ты увеличиваешь доходность от 200 тысяч до 30 тысяч, соответственно, значит, у тебя получается уже 30 тысяч доходности, умножаем на то же 6%, и ты получаешь, значит, уже билдинг оценивается, там, ну, под 400. И ты берешь кредит на 400 тысяч? Нет, ты берешь кредит на 70% от стоимости. То есть 70% от стоимости берешь кредит как бы для покупки второго билдинга, или что? Да, то есть ты можешь, получается, ты поднимаешь доходность настоящей недвижимости, которую ты купил уже, и, соответственно, ты можешь банки уже оценивать, выдвинуться уже не в 300, а в 400. Ну, я все такие номера бросаю, чтобы было понятно, как... Ну, примерно, да, цифры мы говорим примерно. Ты поднимаешься в том, что уже банк оценивает в 400, и теоретически, значит, на 470% ты уже можешь вытечить порядка 280 тысяч, то есть практически все свои деньги. Понял. То есть банки финансируют. Купить следующий объект, и таким образом капитализируешь. Да, ты набираешь. А хватит денег для того, чтобы оплачивать кредит банку? Конечно. То есть хватит от аренды? Мы потенциально смотрим, что доходность недвижимости была порядка хотя бы 7%, а кредит банки стоит порядка 5-5,5. То есть уже даже при этом раскладе человек покрывает и тело, и... Кто-то выплачивает его ипотеку, выплачивается тело, выплачивается интерес на деньги. Потом это все самое главное, мы играем на рост цены. То есть инфляция денег, она во всем мире инфляция. Это многие люди просто прячут деньги от инфляции. То есть теоретически доллар, который был, там, скажем, 10 лет назад, это не тот доллар, который есть сегодня. Поэтому многие хотя бы сохраняют свои деньги и при этом не теряют. И вот эту схему нельзя сделать в жилой недвижимости, только в нежилой нет. В жилой нет, потому что жилая она идет под другой программой, и банки ее не оценивают настолько. То есть вытащить деньги из-под квартиры намного сложнее, потому что коммерческая недвижимость, она идет под доходности. А жилая недвижимость идет от доходности человека, от математики человека. Понятно, то есть разная система. Мы можем купить двухсемейные дома, четырехсемейные дома, это то, что в принципе на сегодняшний день рекомендую. Ну, двухсемейные, четырехсемейные, это все равно жилая недвижимость. Это жилая недвижимость, она является уже коммерческой, она является income producing properties, поэтому... А, то есть под нее тоже можно взять кредит? Опять, если четырехсемейные, да. Потому что если человек декларирует, что это не жилая недвижимость, для него играет... А, не его лично, а это бизнес. Все, теперь понял. Банки рассматривают это как доходную недвижимость. Все, понял. Можем купить маленькие какие-то, скажем, помещения для сториджа, ну, то есть складские помещения. Можно покупать маленькие дома, где уже существует бизнес. Опять, много разных сценариев. Поэтому надо понимать, что люди понимают, что делают. Мы найдем правильный проект с нормальной доходностью и с потенциалом. Хорошо, а если это будет, допустим, все-таки вот прям в Майами, то это будет коммерческая, держится вот полмиллиона, да, или даже еще? Ну, думаю, что рассчитывать надо на две с половиной, три тысячи долларов за квадратный метр. Соответственно, математика простая. Это Майами, да? Да. Мы говорим в радиусе 15 миль от, скажем, там где... Ну, все равно это будет... Не получится так, что купишь, а оно потом не сможешь сдать. Сделай ремонт, а дороже уже не хотят. Юр, мы все просчитываем, этого и работают с нами, правильно, Юр? Ну, да. Поэтому просчитываем. Конечно, риски всегда это бизнес. Поэтому, ну, слушай, не сдали за, там, 20 долларов за метр, дали, сдали за 17, за 18. То есть мы просчитываем математически, что происходит в окружности. Поэтому и правду рассказываем, что это помещение, которое будет давать вот столько-то денег. Поэтому, соответственно, делаем какую-то домашнюю работу. Еще последний вопрос. У русских людей часто вопрос, а зачем продают, если и так выгодно? Объясню. Кто-то начинает лезть в более серьезные проекты. Кто-то просто уходит на пенсию. Кто-то переезжает из одной страны в другую. Коммерческая недвижимость не является sentimental в рапорте. То есть люди не имеют к ней sentimental, как машину. Катаешься, ездишь, она тебе доставляет удовольствие. Тебе есть более что-то интересное. Люди продают, покупают другое. Иногда люди консолидируют свои, скажем, деньги. Продают там 3-5 своих инвестиционных объектов. И купят что-то большое, грандиозное. Тем более, что все ждут, когда оно подрастет в цене. Поэтому консолидируют. И уже идут на более серьезные, большие проекты. Большое спасибо. Пожалуйста, Юр.